Что такое дофаминовые ямы? Новые требования ГОСТ. Удобрение из пчелиной мервы. Русалки не вымысел? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газидянова. Любые растения периодически нуждаются в подкормке. Опытные садоводы обычно используют органические и минеральные виды средств. Они имеют огромное значение для роста и развития культур. Студентка Казанского федерального университета основательно подошла к этому вопросу и создала инновационные удобрения на основе пчелиной мервы. О том, что это и как оно поможет садам и огородам, расскажем далее. Удобрения – это вещества, необходимые для питания растений и повышения плодородности почвы. Их основная функция состоит в том, что они обеспечивают культуру одним или несколькими компонентами, необходимыми для их полноценного роста и развития. В связи с этим садоводы их используют для повышения урожайности и устойчивости растений к болезням и вредителям. Опираясь на этот факт, выпускница Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета Гульнасбариева решила создать уникальный проект. Он направлен на разработку нового вида органического удобрения на основе пчелиной мервы, то есть остатков от перетопки старых сотов, для применения при выращивании садово-огородных культур и последующего запуска его производства в промышленных объемах. Будучи еще студенткой вуза, девушка решила, что подобный продукт будет инновационным на рынке. Мы работаем над разработкой удобрения, которая представляет собой композицию пчелиной мервы и торфа. Пчелиная мервы – это остатки от перетопки старых сот, и в настоящее время она считается отходом и в дальнейшем нигде не используется. И при этом авторитетные исследования говорят о том, что она содержит огромное количество макро-микроэлементов. В 2020 году она решила провести эксперименты удобрять поле клубники исключительно материалами на основе мервы. Результаты оказались впечатляющими. Собранные ягоды имели сильный и приятный аромат. И дело тут совсем не в сорте посаженной клубники. Девушка выявила взаимосвязь между удобрениями и особым вкусом ягод. Название для продукта было выбрано пчелиный эликсир урожайности, который отражает суть самого удобрения. Мерва, которая является основой, также является источником питательных веществ, необходимых для растений. Этот вариант менее трудозатратный по сравнению с другими. Готовый продукт будет упаковываться в бумажные мешки объемом 10 литров. Кроме того, свой проект девушка представила на конкурсе «Студенческий стартап» и выиграла грант в миллион рублей на его реализацию. Теперь масштабное производство позволит удобрению стать доступным и для других фермеров Татарстана. Идея проекта возникла благодаря семянному бизнесу. Мы долгое время занимаемся профессиональным пчеловодством. И в 2020 году мы также начали заниматься выращиванием клубники. И в качестве удобрения решили использовать ценный продукт пчеловодства «Мерву». И результаты эксперимента нас приятно удивили. Во-первых, урожайность получилось не ниже, чем у других фермеров, которые при выращивании ягод используют минеральное удобрение. При этом наша продукция отличалась особым мягким вкусом и ароматом. Целью этого проекта является внедрение пчелиной «Мервы», которая обладает ценным химическим составом и на сегодняшний день считается отходом в хозяйственный оборот и предоставление рынку качественного удобрения. Оно будет обеспечивать высокую урожайность и натуральное, экологически чистое производство садово-огородных культур. Елизавета Грязянова, Ильшат Хусаянов, Универ Новости. Накануне Генеральная прокуратура России добилась внесения в гос. требований к производителям. Теперь для некоторых видов продуктов установили определенный стандарт. Это сделали для того, чтобы привычные для покупателей продукты были в одинаковых, фиксированных значениях. Как новые изменения отразятся на экономике, узнаете далее в сюжете. Часто ли вы задумываетесь, почему на упаковке пишется 1 литр или 1 килограмм, а в самой упаковке находится в лучшем случае на несколько десятков миллилитров или грамм меньше? Название этому явления – даунсайзинг. Это один из немногих приемов, которые используются, чтобы приспособиться к новым экономическим реалиям. К такой хитрости часто прибегают производители, чтобы сэкономить на материалах и не повышать цену на товар. Такой способ часто применяли на бутылках с газировкой, молоке, соке, растительном масле. Теперь правила изменились. Производители или те, кто продают, реализовывают продукцию, идут на такие ухищрения, дабы не было очень такого скачкообразного роста цен. И мы с вами, не задумываясь, покупаем данную продукцию и как бы пользуемся. Исходя из этого, кто-то обращает на это внимание, кто-то начинает жаловаться, почему же так произошло, почему же нас обманывают. Хотя есть нормативные документы, стандарты, ГОСы, которые регулируют всю эту деятельность. И вот на сегодняшний день государственный стандарт, который регулировал массу, объем, количество продукции, он был введен в 2020 году, связанный. И вот последнее нововведение 25 октября ввели или вступила в действие поправка, которая регулирует количество продукции, которую мы с вами покупаем и приобретаем. Нововведение коснулось многих повседневных продуктов. К примеру, сливочное и подсолнечное масло, вермишель, сахар, соль, мука, рис, пшено, черный чай и иные продовольственные товары первой необходимости. Помимо этого, маркировке подвергнутся товары, которые хотят заявить о соответствии ГОСТу. Такие нововведения были приняты явно в интересах покупателя. Указ коснется не только производства, но и сортировки, фасовки и продажи. С точки зрения психологии прием даунсайзинга очень эффективен. Человек начинает беспокоиться, когда видит рост цен. Если же оставлять стоимость без изменений, но убавлять количество товара, то потребитель меньше волнуется. Также можно рассмотреть с такой точки зрения психологического фактора. Ну, как приведу такой пример, если мы привыкли покупать литр молока, условно говоря, за 30 рублей, а производители видят, что идет рост коммунальных, рост сырья, они увеличивают стоимость реализуемого продукта. Но когда мы с вами идем и на следующий день этот литр молока для нас стоит уже 35 рублей, 40 рублей, психологически наступает барьер, когда мы как бы не готовы приобретать ту или иную продукцию. И тем самым, вот с точки зрения психологии, что стоимость остается, казалось бы, не изменяющейся, а меняется объем, ну, это было вот неким таким ухищрением. Новые правила маркировки вступили в силу с 25 октября. Как оказалось, производители товаров столкнулись с проблемой. Теперь на складах лежит огромное количество товаров, которые упакованы в неправильной упаковке. С новыми правилами маркировки продукции на складах необходимо утилизировать. Это не только дорого, но и несет за собой большие убытки для многих отечественных производителей. Валерия Карташова, Тимур Ахметов, Софья Чугунова, Универ Ньюз. На просторах сети интернет можно найти различные статьи на тему дофаминовых ям и правильного и неправильного дофамина. Как на самом деле обстоят дела с важнейшим гормоном в организме человека и как он влияет на него, разбиралась наш корреспондент Валерия Карташова. Дофамин – важнейший нейромедиатор, который отвечает за огромное количество функций в организме. В народе его принято называть гормоном счастья, но это выражение сильно недооценивает его работу в теле человека. На деле же это химическое вещество, которое синтезируется сразу в четырех органах человеческого организма – в головном мозге, надпочечниках, почках и кишечнике. Ответственность у дофамина велика, так как он отвечает за коронарное кровоснабжение, способствует увеличению содержания кислорода в крови, омывающий мозг, и служит основной системой вознаграждения мозга, регулируя выраженность, чувство радости, мотивации к делу. Образуется он из аминокислоты, тирозин, который поступает с пищей, а также образуется из фенилаланина. Как гормон он работает с артериальным давлением, регулирует частоту, силу сердечных сокращений, также влияет на мускулатуру кишечника. Но, конечно, главную роль он в центральной нервной системе играет как нейромедиатор. Главный источник дофамина в нашем мозге – это средний мозг, где находятся два основных скопления. Это черная субстанция и еще одна часть, вентральная часть покрышки. На просторах интернета можно найти множество статей и материалов, посвященных так называемой дофаминовой зависимости и различным своеобразным детоксам. Они представляют из себя отказ от музыки, гаджетов, фильмов и сериалов, ведь данный способ получения заветного гормона счастья считается дешевым. Но как организм реагирует на самом деле на подобные запреты современных развлечений? С научной точки зрения мозг действительно подает сигнал о повышении уровня дофамина в крови, но он не отличает его поступление от, скажем, просмотра любимого сериала или же прочтения книги. Все дело в психологическом факторе. Именно он отвечает за поведенческие привычки человека нашего времени. Мозгу легче съесть любимую еду, чем заняться тренировкой в спортзале, которая только через время приведет к повышению дофамина в организме. Обращаясь к медицине, мы понимаем, что самое главное – не отказывать себе в легкодоступных радостях, а наблюдать за уровнем дофамина и не допускать дофаминовых ям, которые образуются, если вести рутинный образ жизни, мало отдыхать и не давать организму пищу, которая будет способствовать его выработке. Иначе его нехватка может привести к негативным последствиям. Когда недостаток дофамина в связи с гибелью черной субстанции – это ядра среднего мозга – приводит гипофункции базальных ганглиев. Это называется болезнь Паркинсона. Сопровождается снижением двигательной активности. А гиперфункция, наоборот, так называемой гиперкинезией – это болезнь Хантингтона. Из ранее сказанного становится ясно, что якобы экспертное мнение на тему правильного и неправильного дофамина – миф. Основная загвоздка в осознании важности данного гормона и нейромедиатора для организма. Специалисты рекомендуют критически относиться к любой информации в интернете, которая связана со здоровьем человека. Ведь кроме вашего лечащего врача и результатов ваших анализов, никто не расскажет достоверную информацию о состоянии ваших гормонов и остальных систем организма. Валерия Карташова, Универновости. В мире существует множество историй, легенд и мифов, многие из которых по-прежнему остаются неподтвержденными. Один из таких – существование русалок, чьи образы встречаются в культурах народов по всему миру. Поэтому возникает вопрос, откуда появилась информация об их существовании и действительно ли морские красавицы обитают среди нас, узнаете в следующем сюжете. Русалки Русалки – таинственные водные обитатели, которые всегда вызывали большой интерес. Древнегреческая мифология, славянские фольклорные традиции, а также истории из Китая, Японии и других стран содержат легенды о водных красавицах. Современные ученые часто предпочитают рассматривать легенду о русалках как результат фантазии и мифологического творчества. Однако исследования на эту тему продолжаются. И хотя непосредственные факты о существовании русалок не были найдены, некоторые аспекты русалок, чьи мифологии и культуры, повлияли на современное общество. Сразу оговоримся, что русалки в некоторых случаях могли быть не только женского, но и мужского пола. В частности, собственно, к русалкам иногда относили так называемых полевиков, появлявшихся в виде детей, мальчиков или же, соответственно, стариков, ну и так далее. Люди, наверное, никогда не перестанут спорить о существовании русалок, водяных и других загадочных подводных жителей. В интернете можно без труда найти десятки фото и видео доказательств, где, как говорится, изображены настоящие русалки. Но являются ли эти свидетельства подлинными? Кто знает, ведь живем мы в эпоху современных технологий. Изначально русалка – это персонаж славянской мифологии, дух, живущий около пресного водоема, реки, озера или болота. Ее представляли как девушку с длинными волосами и бледной кожей. Считалось, что русалками становились некрещенные или незамужние девицы, утопившиеся или утонувшие. Они обладали сильными чарами, заманивали к себе мужчин и доводили их до смерти. Вопреки современным представлениям, у славянских русалок не было хвостов. Их телосложение не отличалось от человеческого. Привычный образ русалки с хвостом пришел к нам позже, из-за рубежа. Вариации морских дев присутствовали в культурах Европы, Азии и Ближнего Востока. Этимология слова «русалка» достаточно непонятная, невыясненная до сих пор. Считается, что это искаженное название дня поминовения русалии, известного в Римской империи, Розалии, День Рос. Но что он пришел к восточным славянам, это довольно сомнительный аспект. Потому что здесь влияние римской культуры было сравнительно слабым. Ну, разве что через Византийскую империю. И все же русалки – настоящие или вымышленные создания. По этому поводу ученые придерживаются категоричного мнения. Морские девы – не более чем вымысел. Русалка или ее подобие просто не может существовать в приписываемой ей среде обитания. Ученые приводят весомые доводы. У большинства представителей подводного мира, кроме хвоста, есть еще несколько плавников. Именно они позволяют маневрировать под толщей воды. Руки с такой задачей справиться не могут. Человеческая кожа не подходит для жизни в глубинах моря. Человеческая речь, а тем более стереотипное русалочное пение под водой, абсолютно бесполезна. Ведь морские млекопитающие общаются между собой с помощью ультразвука. Но и выживать в холодной морской воде помогает толстый слой жира. Чего совсем не скажешь о стройных русалках. На самом деле ситуация следующая, что в 19 веке и чуть ранее русалок, в общем-то, представляли несколько по-иному, как птицу с головой женщины. И более известные это прорицательницы русалки, то есть вот эти птицы с головой женщины, а гамаюн, алконост, сирин. И все же, несмотря на мнения ученых, многие исследователи продолжают верить в существование русалок и выдвигают гипотезы об этих существах. Карина Саяхова, Кристина Отекина, Валерия Карташова, Тимур Ахметов. Универ Новости. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!